Всем приятного настроения, домашнего, так скажем, тепла и уюта. Ну что ж, я обещал вам рассказать о том, кто такие украинцы, кем они были изначально. Ну, перед тем, как я вам расскажу об этом, хочу объяснить происхождение источника своих откровений или знаний. Насколько я это могу объяснить сам себе, это связано с моими реинкарнациями. Знания приходят следующим образом. Я говорил об этом ранее, еще два года назад. Это похоже на дежавю. Дежавю означает то, что было. И вот в момент получения той или иной информации у меня в сознании начинает раскрываться та или иная информация. Она собирается внутри меня, как собираются пазлы в определенную картину. И если у вас было дежавю, вы знаете, что это такое. Это когда ты занимаешься какой-то деятельностью, и тут вдруг у тебя внутри на какое-то мгновение, на несколько секунд, начинает раскрываться картина, которую ты видишь, да? И ты понимаешь, что это уже раньше было. Так вот, у меня дежавю с детства. И во время дежавю, которое у меня затягивалось на протяжении нескольких секунд, может, где-то даже до минуты доходило. Во время вот этого дежавю я видел то, что есть, я вспоминал то, что было, и я даже мог некоторые события увидеть наперед. Вплоть до банального, во время каких-то школьных игр в футбол, у меня могло начаться дежавю. То есть, когда я наблюдал, допустим, как кто-то играет в футбол, у меня начиналось дежавю. Я видел, что эта картина уже была, и я наперед уже знал, кто выиграет. Мне, будучи мальчишкой, это было интересно. Я даже некоторым говорил, будет вот так, вот так и вот так. И происходило. Также во время стрессовых ситуаций в моей личной жизни, когда мое сознание попадало вот в такое состояние между, так скажем, сознанием и подсознанием, ну, по-другому я себе это не могу, да, вот объяснить, я видел некоторые вещи, которые будут происходить в моей жизни, в будущем. То есть, и все это происходит во время вот таких различных эпизодов. И не обязательно во время какого-то стресса. Это может быть обычная повседневная жизнь, когда я, к примеру, сижу за компьютером, читаю ваши комментарии. То есть, я вижу какой-то вопрос или какой-то комментарий, я его читаю, этот комментарий у меня перед глазами, и в это время мое сознание начинает попадать вот в некий промежуток. И вот в этом промежутке начинает идти информация. Это также похоже на воспоминания сна. Вот вы видели сон, вы проснулись, вы его не помните, а бац, там, к примеру, в обед вы вспомнили то, что вы видели. Вот мои знания приходят как сон. То есть, я это вижу, я это слышу, но голосов, повторяю, у меня нет никаких. Я не впадаю ни в какой ступор, то есть, ни в какой контакт. Видели, как это делают контактеры? Они входят в контакт с какими-то пришельцами, и вот пришельцы с ними разговаривают, у меня такого нет. Плюс, я не погружаюсь ни в какое состояние, как это сегодня называют, допустим, там, ну вот слиперы у них есть, или регрессия. Вот человека опустили в регрессию, и вот он в состоянии регрессии видит что-то и получает информацию. У меня никакой регрессии нет. Все, что я вижу, понимаю, слышу, все, что ко мне приходит, это в состоянии, так скажем, здравого ума. То есть, у меня сознание не отключается. Вот в чем у меня это все появляется. Сознание вообще не отключается, голосов никаких нет. Но, повторяю, это похоже, первое дежавю, второе похоже на воспоминание сна, в котором ты, так скажем, или к которому ты имеешь непосредственное, в котором непосредственное участие имеешь, вот так скажу, да? Ну что ж, давайте теперь пойдем к Украине. Если вы еще не посмотрели два предыдущих видео о том, откуда появился русский и что такое Россия, посмотрите эти видео, да? Прежде чем начнете смотреть вот это. Это будет третье, так скажем, продолжение, потому что мои откровения бывают, периодически, так скажем, имеют продолжение. Поэтому сделаем это, так скажем, третьей частью, да? Кто такие украинцы? Сегодня мы... И все, что я сейчас буду говорить, для меня это покруче всякой регрессии. Серьезно. Если вы хотите со мной погрузиться в тот мир, в котором я когда-то жил, а я думаю, вы тоже в этом мире жили, если вы находите отклик на ту информацию, которую я говорю, значит, вы свидетели. То есть вы жили тоже в тот период. Если вы готовы со мной перенестись в тот мир, в котором, как я понимаю, я когда-то жил, ну, значит, ну, поехали. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Украинец или Украина, мы видим, что оно происходит от слова окраина. Я думаю, никто не должен обижаться. Украина или окраина. И очень часто... Сейчас я, кстати, получил ответ, почему у нас, к примеру, на Кубани никогда не говорят в Украине. Мы всегда говорим поехать на Украину. Не в, а на. И сейчас я объясню, я сам для себя увидел, почему мы всегда говорим на Украину. Украина или Украина. Давайте мы разберемся. Окраина. Теперь мы с вами перенесемся. Сам, правда, я не знаю, насколько столетий назад. Но перенесемся на этот отрезок. Мы видим, я вижу. Я вижу одно большое государство. Кстати, я уже говорил вам, что наши предки всегда строили звездные бастионы, города-крепости. И плюс, вся земля наша, вся наша земля, для меня это звездный бастион. Ни шар, ни какая-то там плоская приплюснутая тарелка. Это звездный бастион. Так вот, наш звездный бастион, в котором проживает многочисленная часть народов, так скажем, славянских. Назовем это Россией или Русью. Я уже говорил, Россия – это как аббревиатура, можно видеть как росы, сияние. Вот почему два года назад мне небесная мать показала, что мы, дети, как капли утренней росы, спустившиеся с небес. Поэтому Россия – это как аббревиатура, лично для меня, как росы сияния. Кстати, сюда же входит и роза. Роса или роза. А роза – это символ женского начала. Это символ нашей матери любви. Роза. У розы есть шипы. Россия – сияние росы. Росы – сияние, в которой мы живем при солнцесвете. Украина – от слова окраина. Окружность или округ. Мы берем город, в котором имеется поселение. Украинцы были теми, которые расселялись вокруг, у границ, на украине, то есть на краю. Разбираем согласно славянской буквице, которая полна смыслов и образов и несет в себе смысл. Такой звук, как УК, означает призыв. Призыв, провозглашение. То есть это призыв к чему-либо. Это некий клич. Это множество голосов. УК. РА. РА – это свет. Сегодня над украинцами смеются, есть такой термин, говорят – древние УКРЫ. Но на самом деле это действительно древнее слово. И УКРЫ, УКРЫ или УКРАМИ были те, кто селились у края. Это были одни из самых сильных родов, славянских родов. Эти УКРЫ селились у края и защищали границы. Назовем их так – воинские подразделения, говоря современным языком. То есть это люди, которые первыми встречали врага у границ. УК – призыв, зов. РА – солнце. То есть это люди солнечного рода. Дальше. Есть воинский клич. УРА. Воинский клич УРА происходит от УКРАВ. УК – это клич, это зов. РА – это солнце. До сих пор у нас некоторые говорят, наше солнце с нами или наше солнце за нас. Правильно? УКРА – призыв. УРА. А коротко – УРА – это клич УКРАВ древних воинов, защитников. Это были одни из самых сильных родов в плане воинствования, которые селились на окраинах. Это сегодня, говорят, жить где-то на окраине, это периферия, это то время, куда мы с вами переносимся, жители Украины, УКРЫ, древние УКРЫ, жители Украины были самыми сильными, первыми встречающими врага. Я думаю, что УКРА есть чем гордиться. Если вы хотите, чтобы ваши дети, ваше потомство было сильным, зачинайте его при свете солнца. Не зачинайте детей в темноте, зачинайте при свете солнца, на Ра свете, когда Ра восходит. Имейте эту радость на восходе солнца. А еще желательно на травке, на природе. Ваши дети будут всегда здоровы. То-бег durable. Субтитры делал DimaTorемTorемM� ああ. ...